Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие гости Музея Листоевского. Очень радостно вас видеть, что вы вот в этот вечер здесь, в нашем доме. Очень приятно, что вы откликнулись, очень приятно видеть много молодых лиц, что тоже не часто у нас бывает, а это значит, что интерес к нашему гостю замечательному, он не только для, так сказать, искушенных специалистов, но и для тех, кто интересуется живой жизнью, живой памяти, живой культурой, потому что именно такой человек в воплощении всех этих явлений, живого памяти, живой культуры сегодня у нас. Это профессор Кембриджского университета, известный историк литературы, исследователь творчества Достоевского, книга о Достоевском уже делом на русском языке, официальный переводчик Горолевской семьи. И Маргарин Тетчер, насколько я помню, тоже, да? Да. Был такой период. И Горбачок, и... Первый представитель первой волны русской эмиграции, но, правда, не эмигрировавший тогда, в 18-м году, потому что... Хотя меня спрашивали, а вы помните 17-й год? Как, может быть, как музейный экспонат, но все-таки не такой. Проходите. Работу, да. Вот. И среди круга людей, с которыми Ирина Арсеньевна... А, если бы не назвал, Ирина Арсеньевна Кирилловна, надо было завершить этот период. И вот эта Ирина Арсеньевна общалась с очень многими интересными людьми, но и один из таких замечательных людей был митрополит Антоний Субожский, с которым Ирина Арсеньевна многих годов общалась в разных ситуациях. Об этом она нам сегодня расскажет. И, в частности, заакцентировав внимание на теме Достоевского. Пожалуйста, Ирина Арсеньевна, я уже ухожу в сторону. Нет, я буду здесь рядом. Достоевский самый современный наш писатель. Это я всем проповедую Достоевский. Если Толстой, Тургенев, я бы прибавила и Чехова к этому списку. Они все уже ушли в историю. Это уже прошлое России. Это что-то, что нам так много дало, что мы должны любить, велеть. Но это уже прошлое. В Лондоне недавно была небольшая выставка выборочная, в общем, выбор картин из Третьяковки. И, в частности, три портрета. В совсем небольшом помещении было три портрета. Это первый Тургенев, такой русский джентльмен западного стиля, очень элегантный, изысканно одетый. Рядом с ним толстой, барин, помещик. И потом Достоевский в каком-то таком дождевике поношенном. Ну, абсолютно такие бедные, бедные, запудалы, интеллигенты не только в России, а по всему миру. И действительно, очень многие останавливались перед этим. И кенгличане говорили, да он совсем на нас похож. И с Найт Ац с таким удивлением, что Толстой и Тургенев как-то соответствовали их представлениям. Вот русские. Есть, конечно, и другие сейчас представления, но это не наша тема. Хотя Достоевский кое-что бы сказал о современной русофобии. Дневник писателей касается этой темы. Ну вот, в общем, так что Достоевский – наше великое достояние и наш современный писатель. И вообще, ранняя советская проза, между прочим, в частности, молодой Леонов, все вдохновлялись Достоевским. Недаром было произведение, я сейчас не помню историю, но, в общем, или «Конец мелкого человека». Видите, это же маленькие люди XIX века, Гоголя, верные люди, ну и так далее, и так далее. Сегодня я, тема моя, это я решила поделиться с вами разговорами, моими воспоминаниями разговоров. Достоевский доклад, это не научный доклад, то, что мы говорили о Достоевском, не великие научные открытия, не результат каких-то найденных писем, бумаг, критики. Нет, это разговоры с митрополитом Антонием Преснопамятным, о том, о ком я сейчас скажу несколько слов отдельно. Это были наши разговоры, когда, примерно в 60-е, 70-е годы, когда он уже был епископом, даже архиепископом, и была создана, патриархом московским, ну и синодом была, создана Сурожская епархия, новая епархия русской православной церкви в Великобритании. Говорили, вот почему ее не назвать английским именем, Владык Антониц сказал, нет, она, это русская епархия, вначале она была действительно русской, потом она стала многонациональной. И вот я его возила на машине, мы все-таки русские люди, любим быструю езду, и вот на спортивной машине мы отправлялись в путь по самым по-разному плану Великобритании, в отдаленные приходы, потому что уже к тому времени было довольно много обращенцев, англичане, которые через передачи, интервью, проповеди в англиканских соборах и церквах Владыки Антонио узнавали что-то, что им было нового, до сих пор было чуждо или скорее неизвестно. И они в православии открывали что-то, многие говорили, вот как я себе представлял христианство и не мог его найти. Вот фактически что принес Владыка Антониц, один из действительно наших великих русских святителей 20 века. И вот, значит, мы катили в тот или иной приход. Однажды, обсуждая бесы, между прочим, мы шел снег, потом этот снег сгустился, превратился в метель, и в конце концов мы уже просто дальше ехать не могли. Целая вереница машин встала, а мы все обсуждаем бесы, покуда, наконец, полицейская машина нас не вывезла. Так что это именно разговоры о Достоевском. Почему о Достоевском? Можно сказать, а почему мы вообще о русской литературе не говорили? Конечно, говорили, и те писатели, которых Владык Антониц любил больше всего, и, в общем, которые и читал, и к ним возвращался, это Достоевский главным образом. Он очень любил поэзию, и любимый его русский поэт – это Боротынский. Он любил его четкую, ясную психологию, ясность, философский момент – это поэт-мыслитель. И также, как Владыка говорил, как бы трезвость его довольно печального взгляда на мир. Конечно, в советское время издание Боротынского объясняли его такой пессимизм Николаевской России, естественно. Но фактически, да, этот элемент присутствует, но также это размышления о судьбе человека. И именно о человеке, о его психологии, о его будущем, о его коварстве и вместе с тем призванием человека Боротынского к этому мы очень часто возвращались. Так что, повторяю, это не научный доклад, это мои воспоминания, потому что я даже не могла вести записи. Подумайте, вот сижу рядом со мной, размышляет о Достоевском, великий русский епископ, а я не могу этого записывать. Нет, это были дружеские разговоры. Потому что мы общались, вот когда мы ездили в эти отдалённые пути, мы общались не столько как духовная дочь епископа нашей партии, нет, мы общались как люди одного поколения, хотя он был на 15-16 лет старше меня, но мы принадлежим одному поколению, а очень такое специфическое поколение. Мы первые родившиеся за границей во Франции, в Чехии, в Сербии, в Германии, в Америку, в Северной и Южной, в Канаде, куда только не попадал русский человек, уходящий, если мог успеть уйти, вовремя, во время Особной гражданской войны, и той резни старой России, которая разгоралась во время гражданской войны, они уходили, но его родители, мои родители, это были люди уже сформировавшиеся, уже служившие той России, которую они любили, гражданами, которой они являлись, ну, в общем, своей, как бы, своей Россией. Он из военно-бюрократических высших кругов петербургских. Мои, мои, как бы, корни – это русское офицерство, дедушка, дедушка был польского происхождения, но высокопоставленный русский военный, генерал, командир полка, стрельки его императорского величества. Дядя мой был военный, другой дядя, брат отца, был физиком, профессором физики, и не успел уйти, он остался в России. Родственниками владыки Антония были его дяди. Оба дяди погибли в главе Первой мировой войны, но они кончали пашеский корпус, который кончал также и великий русский патриарх, Алексей Первый, Семанский, который сам кончал пашеский корпус, был пажем и тоже остался в России. Ну и, в общем, прошел такой очень особый путь. Где-то у него, для меня он стоит в одном ряду с прежнопамятным и теперь святым патриархом Тихоном. Это были люди как бы одного склада, это были, в общем, мученики и молящиеся за Россию. Так вот, мы уже рождались, он в Швейцарии, Владык Антоний в будущем, я в Великобритании, в Лондоне. И наши родители, опять-таки, и он, и я, мы русские люди на смешанных крови. Его отец был голландского происхождения, но уже из такой обрусевшей семьи, потому что он был консулом или помощником консула еще при садской России в Тегеране, куда, где прошло, прошли первые семь лет детства будущего епископа. И он иногда говорил, самые счастливые годы его жизни. С моей стороны, дедушка мой был обрусевший поляк, и с детства, я помню, и мама говорила, дедушка говорил, я русский офицер и православный, но все мои родственники, католики, и живут в Варшаве. Так что там была вот такая польская линия. А бабушка, его жена, бабушка была гречанкой из Черногории, Гора Георгиевича. Так что, и все же мы русские люди, русской культуры, православные, русские, православные, наш родной язык, русский язык. Поэтому мы могли, несмотря на то, что мы, в кармане у нас были паспорта британские, французские, немецкие, и, 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 искалечие, в общем, где русский эмигрант рождался, вот этого поколения, там он и становился гражданином этой страны и носил его паспорт. И что могли наши родители нам дать? Ту культуру, те ценности, тот дух, то, чем они жили, то, чему они служили. Поэтому с нашими иностранными паспортами мы росли русскими людьми, но очень определенной культурой. Культурой последних лет царской России. Той царской России, которой мне в мои 87 лет, мы лишние, иногда кажется, что современная Россия, да, она перешла в 21 век, она живет в 21 веке, но где-то есть такой момент, желание воссоединить, как-то вернуть какие-то аспекты современной жизни, современной России, воссоединить их, вернуться в последние годы царской России. Несмотря на то, что царственная страстетерца государя Николая II была с политической точки зрения катастрофой для России. Быть может, будь древний император, может быть, и революции-то не было бы. Россия продолжала бы развиваться. Европейская капиталистическая страна. И вот то, чем мы стараемся теперь встать, но нам не дают. Но это уже другой вопрос. Так что мы оставались русскими людьми, но уже перед необходимостью стать западными, также и западными людьми, найти и занять достойное место в западном обществе. И мы в детстве, брат и я, обратились к маме, мне было, вероятно, лет 8-9, я же не знаю, брат был моложе. А зачем нам учить русский язык? На что последовал довольно строгий ответ. Во-первых, это абсолютно необходимо, потому что вы русский. А во-вторых, это есть то, чем вашим знаниям языка вы сможете отплатить Великобритании в нашем случае за то, что нас приняли, за то, что мы теперь живем здесь, можем жить, можем преследовать избранные профессии. И действительно, и брат, и я стали профессорами британских университетов, и до сих пор, хотя я уже 20 лет на пенсии, я стараюсь, и сейчас это особенно важно, как-то какую-то брешь в этой толстой стене русофобства протолкнуть, рассказать людям, потому что очень многие считают, что Россия такая ужасная, потому что они ничего не знают о России. Россия это терраинкогнито для очень многих людей на Западе. И в Англии это, и в Великобритании это особенно ощущается, хотя надо сказать, что в глубинке французской, или немецкой, или итальянской вероятно тоже мало что знает о России. И действительно, это есть наше призвание, наш долг вот как-то раскрыть то чудо, то богатство, ту историю и светлую, и темную. Нечего делать какой-то такой миф. У нас тяжелая, трагическая история, но мы можем столь многое дать. Нет. Так вот, мы русские люди определенного вот этого очень специфического поколения. О чем мы говорили, чем мы жили, что нас волновало? Россия и революция, и последствия революции. Почему? Во-первых, основные вопросы были, и вот я подкажу, я не забыла, что я о Достоевском вам буду говорить, потому что именно Достоевский является тем, кому мы обращались. Один Достоевский, мог как-то заставить нас развить нашу язык. Вот тут есть место. Отсюда не имеет. Да, вот одно место остается. Так что одного человека может показать там. о чем мы говорили? Мы говорили о России, мы говорили о революции, почему она произошла, могла ли она не произойти, какую роль сыграл государь, который, как я сказал, в общем, был да, страстотерпец, как говорил Владыка Антони, правильно, что они именно страстотерпцы, потому что жили они как люди, и он считал, Владыка Антони, считал государя виновным за очень, очень многое из того, что произошло и во время Первой мировой, и ну вообще он во многом, как Владыка говорил, подготовил революцию. Поэтому могла, должна ли она была произойти, могла ли она не произойти, какую мы несли культурный как бы класс военный, административный, как была наша ответственность. И отец Владыки Антони настолько это переживал, что несмотря на всю трудность их жизни в Париже, он просил прощения у семьи за это, но ушел из семьи, уединился. И это, помните, был голландец Борис Эдвардович с родственниками в Голландии и в Шотландии. Он был православным и просил прощения, что он должен уйти молиться о прощении за, как он говорил, вину российского правящего класса. действительно он ушел, он очень следил за нравственным воспитанием сына будущего епископа и умер 54 года от истощения. Так что мы в общем главная наша тема была Россия и революция. и в первые годы во Франции очень многие молодые люди поступали в такие милитаризованные, ну в общем кадетский корпус это военное, но в мигрантских условиях это было довольно незавершенно, но проходили военную подготовку, потому что их миссия была вот мы пойдем освобождать Россию от большевиков. Ну конечно очень скоро они поняли, что это наивная в общем не утопия, что никакую они Россию от большевиков не освободят. Поэтому мы должны были принимать находить свое место в русском, простите, в том западном обществе, в котором мы находились. И владыка, будущий владыка мальчиком они, как я говорю, когда они жили в Персии, пока отец был консулом, это был в общем рай для мальчика. Он его описывает в такой биографии, которая включается в конце одного из томов его записи его, потому что он никогда ничего не писал. Записывали на Сауз-Белорской самокапорате, как записывали его проповеди, его проводил говения и проводил целые серии лекций на тему духовной, богословской. он был великим пастерским богословием и успел прочитать несколько курсов в Москве и в других городах, где были академии и семинары, покуда советские власти это дело не прикрыли. когда он продолжал встречать молодежь, в частности, но не только, в общем, верующую интеллигенцию, которая собиралась в московских и других квартирах. Квартиры эти набивались, как бы не проваливались полы, не знаю, но в общем, набирались люди и слушали Владыку, потому что он именно говорил современным языком о современности живой веры, ну, к этому я в связи с Ростоевским вернулся. Так что тоже он был, да, мальчиком он считал себя атеистом, верующим, он также принимал участие в этих летних лагерях юношеских организаций, сначала он был Витязем, была такая организация Витязи, потом также русское студенческое христианское движение, но он был Витязи. И однажды пригласили священника, который должен был провести беседу с старшими мальчиками. А старшие мальчики хотели в волейбол играть, а не слушать какого-то старого попа. священника, и поэтому никто не шел на этого несчастного священника, который потом оказалось был известнейший отец Сергий Булгаков. Булгаков. Чтобы мы не скандалились перед ученым богословом. И то, как говорил ученый богослов, настолько как-то неприятно поразило Андрея Блюн, каким он был тогда, Андрея, мальчика Андрея, что он, вернувшись домой, у матери сказал, я хочу навсегда покончить с этим противным боженькой, но я хочу прочитать, посмотреть все-таки все-таки и знать, что я могу омыть руки. И мать ему одолжила по его просьбе Евангелие. Он выбрал самое краткое Евангелие от Марка, которое также, между прочим, наиболее такое четкое, ясное, повествовательное, прочитал его и пока он читал, сидя за столом у себя в комнате, произошло в общем решающее событие его жизни. Он почувствовал, он осознал, именно не чувствовал, а осознал, осознал невидимое присутствие Христа. Он говорит, я ничем не могу это доказать, но я могу сказать, что это было абсолютно реально, невидимое присутствие Христа. Его это поразило, в общем, он обрел веру и начался его путь, который кончился эпископатом русской полуфанной церкви. Но кто же он был? Когда он кончил среднюю школу, мать хотела, чтобы он по традиции ее семьи поступил бы в выдающееся французское военное училище, Сенсир, в общем, самое элитарное, это самое гвардейское училище. Но к тому времени уже будущий епископ ощущал, что нет, сейчас, хотя он никогда не отрицал значение военной службы и служения именно военного, но он предпочел поступить на факультет естественных знаний, окончил его, потом перешел на медицинский факультет и кончил его в блестяшке. И как раз накануне Второй войны, Второй мировой, должен был его он мог получить премию и очень значительные фонды для дальнейшей специализации. Его духовный отец к тому времени ему сказал, что он должен провалить этот экзамен, чтобы это не стало источником искушения, скажем, гордыни. и он об этом редко говорил, но в частном разговоре я знаю, что это осталось горечью у него. Ну, в общем, это так, что он стал врачом. Во время Второй мировой он был призван и пошел в французскую армию, будучи врачом, конечно, его служил как военный врач, но не сразу же, сначала он должен был пройти всю тяжелую военную подготовку. И он был врачом во время войны, остался в оккупированном Париже во время сопротивления. так что человек, который вот за это время действительно он стал и как врач, и как человек, прошедший в общем через огонь и воды во время войны. Мы тут сидим до вечера, то есть до завтрашнего дня, если вам нужно рассказывать, что он видел и пережил во время войны, но он стал тонким психологом без иллюзии о человеческой природе, любивший психологически исчерпывающую литературу. Он, конечно, его прихожане, да и многие, которые как бы несколько идеализируют его образ, и тем самым его как бы объединяют и в Англии, и тут особенно в Москве, но он действительно для него коварная человеческая природа не была тайной. Он знал ее, видел ее, он читал секулярную литературу, чисто секулярную, детективные романы не ради сюжета, не ради авантюры, а именно ради психологии. Есть одна известная, я не знаю, переводится ли она на русский, но следовало бы, женщина, писательница, женщина-автор детективных романов Пиди Джеймс. И Джеймс, когда я за год до ее кончины с ней познакомилась, потому что ее романы действительно, они, Достоевский их читал с большим удовольствием, и я ей сказала, что вот да, ее романы мне напоминают какие-то моменты из романов Достоевского. Она вся как-то ожила бы оу, как это замечательно, какая это для меня радость, вы первые, кто это заметили, а для меня Достоевский имеет такое огромное значение и с точки зрения того, того, что она описывает, и с точки зрения духовной. Она была, что в Англии теперь редко, глубоко верующим человеком. Так что Владыка читал и детективные романы. Он также любил древнюю классическую литературу, латинскую, греческую. Он любил архитектуру, математику, он любил гармонию форм, точность линий классической и литературы, и, главное, архитектуры. Он не очень любил искусство. Он был прагматиком, практиком, врачом и естественником. Поэтому, что касалось литературы, для него имело интерес, если оно было психологически и духовно интересно. Есть такой теперь совершенно неизвестный автор, английский Чарльз Уильямс, который пытается найти духовное в современной жизни, от которой уже даже в то время, в 20-30-е годы, английская читающая публика, культурные слои отходили. Но Чарльз Уильямсов искал духовное. Ну, и, конечно, Владыка очень ценил поэзию Т. С. Эллиэта, Томаса Эллиэта, который, да, его лучшая поэзия действительно пропитана глубокой, хотя довольно трагической верой. В музыке он не любил эмоциональной бездержанности, как он говорил, а у нас был Ридлин, который мечтал всю литургию под музыку Чарьковского нам преподносить, и Владыка ему запретил. Так что, да, древний распев, да, кое-что Барнянского из 18 века, да, проникало все-таки благодаря усилиям отца Михаила, но некоторые очень как-то интересовались, почему же Владыка не пользуется новой православной музыки английского композитора, который перешел в православие, Джон Табернер. Музыка, которого действительно не лишена интереса, и которая ее вдохновляет и греческий распев, главным образом греческий, но Владыка считал это общим отвлечением, когда люди должны манилиться. Баха, да, конечно, это аскетику Баха он ценил. Размышляя о значении красоты Достоевского, у Достоевского, конечно, образ Христа выступал. Образ Христа, который был так важен для Достоевского, даже если вначале он старался свою любовь, свою в общем почти экстатическую любовь перед Христа как-то подвести под тем большим искушением, которое по мнению отца Георгия Флоровского Достоевский никогда не превозмог, а именно увлечение так называемым новым христианством, таким секуляризированным христианством, которое до сих пор для очень многих является очень привлекательным. Это в общем явление 18 века, новое христианство Сен-Симона, в этом участвовали к этому близки также такие как Фурье, как Ламоне и многие другие, и Ренан, конечно, Ренан, жизнь Иисуса, Лавида Жезю, который увлекался Достоевски и которая, вероятно, в какой-то мере, может быть, даже довольно на значительной мере повлияла на создание образа князя Мышкина. Но Христос как бы был и владыка Антонии, и Достоевский это был один из пунктов, где они сходились. Иначе, я сейчас перейду к его мнению о разных произведениях Достоевского, но именно образ Христа их объединял. Даже если у Достоевского этот образ проходил через разные стадии, но для обоих Христос был вершиной красоты в самом возвышенном, в самом преображающем смысле этого слова. к этому я вернусь в связи с идиотом. Так что вкратце какие главные пункты наших размышлений. Это было постоянное размышление как я уже сказала первого нашего поколения. конечно не все, но для очень многих в этом первом поколении русской эмиграции и для которой были очень важны в частности члены той группы русских мыслителей, которые каким-то чудом Ленина отдал приказ их выгнать, их вывезти из страны. И целый ряд русских религиозных мыслителей, философов выехали на так называемом философическом пароходе, который с грехом пополам их привез в Германию. Кое-кто оставался в Германии, другие распорядились по другим странам и многие попали во Францию, кое-кто-то также потом в Америку. Отец Георгий Флоровский остался во Франции. из этой группы наиболее значительные и близкие в своем размышлении о Достоевском, потому что эти мыслители они тоже обращались к Достоевскому в своих философских и богословских даже, ну скажем, религиозных размышлениях о революции. Бердяев. Бердяев в общем собрал свои размышления о Достоевском и эту книжку Владыка в общем знал почти наизусть, потому что когда, скажем, он был или слишком устал, или ему лень было развивать какую-то тему, он говорит, ну ты знаешь, как у Бердяева, а вот этот ключ это миросозерцание Достоевского Бердяева 22-го или 23-го года. Очень интересно и единственное, где Владыка в основном с ним расходился, у него было, быть может, более мрачный взгляд на участие народа. тут он поминал Лескова, разрешите я на несколько минут 50, он поминал Лескова, который говорил, Россия крещена, но не просвещена. И действительно, он скорее Бердяев как-то философски размышляет о роли народа в революции. Владыка скорее смотрел на роль народной массы в революции. И другой момент расхождения был, Бердяев считал, что Свидригайлов это большая натура, которая потерялась. Владыка считал Ставрогина совершенно уникальным образом демоническим и никогда не перечитывал бесов, говоря, что от бесов, от романа бесы, гениального романа, но слишком сильно веет дух зла, просто ощущение зла, что можно как-то буквально заразиться этим злом. И это зло шло не от, кроме исповеди Ставрогина, где рассказывается домогательство этой несчастной девочки-густянки Ставрогины, которая опять-таки тут Владыка вспоминала Лермонтова и зло заскучило ему лермонтовского демона, что действительно уже Ставрогин не знает, что делать. И вот этот он наблюдает, смакует то, как эта несчастная девочка готовится покончить с собой. Она не может жить с этим, как она ощущает с этим следом. И, между прочим, психологически это совершенно правильно. Мы теперь знаем в психоаналитической литературе, что пострадавшие от изнасилования подростки, дети или даже просто домогательства, эти подростки очень часто или становятся как-то психически поднимы, или очень часто себя ранят, себе наносят просто сильный вред и кончают самоубийством. Так что тут и духовный момент, и чисто психологический. Но возвращаясь к авторитетам, на кого владыка чаще всего согласна, Бердяев о Достоевском. И действительно был полностью согласен, что Достоевский единственный мыслитель, способный нам помочь осознать происшествие. Он также как-то обращал внимание на то, что говорил Бердяев о идейных истоках революции, разрушительное подполье. Петр Верховенский, который в этой знаменитой и жуткой речи говорит смуту пусть им пожары пойдут. Надо смущать народа, надо дать волю жестокости народа. И, конечно, авторы идеологии самого крайнего, самого крайнего террористического революционного действия Ткачев и Мечаев. И также вот что и Бердяев говорит, хотя, как я сказала, владыка шел дольше, дальше темная народная масса, которую раз раскачаешь, она и церкви будет жечь, и иконы осквернять, и вообще то жуткое кровопролитие, которое пошло во время гражданской войны. И тут, конечно, надо смотреть, и он указывал, и читал их, записки из мертвого дома и то, что говорил из братьев Карамазовой, к которым владыка относился довольно критически, но то, что говорил великий инквизитор о народе, о людях, об их коварности, об их слабости, о жадности, это владыка грустно говорил, да, он прав. Я почти использовала все данное время, но еще даже не начала на романы. разрешите мне продолжать, скажем, еще полчаса сорок минут. Без Достоевского, говорил владыка, без Достоевского в Россию не вникнуть ни революционную, ни старающуюся понять, что такое революция, революция, и что произошло. Теперь первое, как бы, самое важное текст, который он комментировал, было знаменитое письмо Надежде Санвизиной. Тут разрешите прочитать вам кусочек из доклада, который я написала на эту же тему, но гораздо более пространной. Но с редкими исключениями западные ученые рассматривают перерождение убеждений, как Достоевский сам это называл, как психологический процесс без духовного значения. Известное письмо писателя Надежды Санвизиной и его слова «Я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и далее я знаю это до гробовой крышки». Приводится как доказательство, ну и, конечно, и в советской критике, также как доказательство пожизненного безверия Достоевского. Нас с Владыкой удивляло упорство уже тогда модного западного атеизма. В советской критике это понятно добавляло Владыка, но и западные критики все считали Достоевского атеизма. Мы наизу знали предшествующие слова духовного томления. Цитирую. «В такие минуты жаждешь, как трава иссопшая, несчастье веснеет истина». Конец Владыка дополнял их страфами этого трагического псалма. Господи, услыши молитву мою и вопль мой да приидет к тебе. Не скрывай лица твоего от меня в день скорби моей. Преклони ко мне ухо твое. Псалом 101. Достоевский продолжает. «Каких страшных мучений стоило, и стоит мне теперь эта жажда верить». Назвать себя дитя неверия, называв себя дитя неверия, он продолжает. «Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен, и завершает некую исповедь, и завершает некой исповедь веры». Цитирую. «Нет ничего прекрасней, глубже, симпатичней, мужественней и совершенней Христа. И не может быть». Владыка с улыбкой никогда не пропускал слово «симпатичнее». И, как он говорил, его детскую неуместность, но и совершенно непосредственную увлеченную искренность. На днях, вот сейчас я была на конференции в Ясной Поляне, где я приобрела сей лучок некрасивый, в Ясной Поляне, где была конференция о Лев Толстой как религиозный мыслитель. И все это обсуждалось. Естественно, мы упомянули и Достоевского. И кто-то указал совершенно справедливо, что вот эти прилагательные, которые Достоевский употребляет, это описание Христа, все очень такие цикулянные, земные, что ли. Это такие человеческие качества. Да, но это не меняет его почитание совершенства для него Христа. Владыке очень близка была страстная любовь Достоевского как Христу. И Христос, богочеловек, был сердцем и основой веры Владыки. Так что для нас письмо и образ Христа, который столь важен в этом письме, и в общем такая очень важная исповедь веры Достоевского. И, конечно, знаменитая запись уже за несколько месяцев до смерти Достоевского, где он пишет, что нелегко далась ему Асана, что через горнило тяжелого сомнения прошла эта Асана и его вера в Христа в Богочьем Достоевского. что же все-таки о чем размышлял Владыка в машине о Достоевском? Ранние досибирские повести. Бедные люди ему ничего не говорили. Сантиментарно. Белые ночи он не принимал этого, как он говорил, совершенно бесполезного мечтателя. Пусть пойдет, прикоснется к жизни без того, что не мечтает. Единственное вот это ранее произведение, которое он выделял, был рассказ Двойник. Двойник, и тут, как ни странно, когда я опять-таки в очередной рации раскроила лоб, и меня зашивала какая-то английская медсестра, и мы разговорились, она сказала то, что мне неоднократно говорил Достоевский, что в Двойнике совершенно уникально точное, совершенно точное и правильное описание шизофрении, шизофренического состояния вот этого самого Двойника, это есть вот это порождение у человека болеющего шизофрении. так что это и вот эта самая медсестра говорила вот есть кажется у вас какой-то писатель, я не знаю как его зовут, я не знаю как называется этот рассказ, но вот я поняла что такое шизофрения, когда прочитала этот рассказ Двойник Достоевского. Потом переходные как бы к переходным пятикнижью, записки из мертвого дома и записки из подполья. Хотя вот мы жили, он ну прожил часть жизни во Франции вплоть до окончания войны и уже в 48-м году попал в Англию и остальная часть его жизни и служения прошла в Англии. но почему-то он мало что говорил, да, он их читал, да, Достоевский во многом прав, но его зимние заметки летних впечатлений, которые являются как бы дневником его путешествия по Западу, включая Англию и те контрасты между уже тогда буржуазной капиталистической Англией и той беднотой на визах. И также довольно удивительно, что он совершенно не комментировал значение образа Иова и книгу Иова, которая имела такое огромное значение для Достоевского. Может быть, потому что Владыка не находил ничего, как бы, что откомментировать, где не согласиться. нет, Достоевский был прав в своем понимании и в своем прочитании это действительно, поистине глубоко трагическое и даже для некоторых искушение эта книга Иова. Если не читали, прочитайте. Но он говорил о записках из Мертвого дома. Опять-таки тут точность, глубина и сложность психологического письма. Изображение преступников, разнообразие этих преступников. Изображение там один образ настоящего, в общем, такого жуткого психопата, человека-паука. Изображение темной массы народа. И вот тут как раз в связи с этим он упоминал Лескова и знаменитую фразу Лескова, что русский народ крещен, но не просвещен. Довольно поразительно, что он для меня один из самых удивительных образов записок из Мертвого дома это смерть Михайлова, который в общем это текст, который надо читать по контрасту. Тут умирающий Михайлов и это действительно такой христоподобный образ с описанием Ипполитом в идиоте страшной картины Горбейна «Христос в гробу». это избитый и поистине абсолютно мертвый и подлежащий воскресенью труп. Это не мертвое тело, а это труп, страшный труп. Но может быть, что Владыка, хотя он любил и знал литературу, но абсолютно не считал себя литературой. Ипполитом ты и твои коллеги можете заниматься. Его интересовала скорее именно психология и духовное размышление. Зависки из-под поля. Достоевский тут часто отцовался на отца Георгия Флоровского, которого он очень ценил и любил и уважал. Такой строгий историк православия, православной церкви, который говорил, Достоевский изучает это в путях русского богословия. В общем, это не столько богословия, сколько замечательная история русской религиозной мысли у каждого писателя. Достоевский изучает человека в его проблематике, в его свободе, в волевой свободе. Владыка Антоний не любил записок, потому что подпольный слишком противный. Это был человек, которого он просто почти физически ощущал как противный, неприятный. Он ему внушал действительно такую неприязнь. считал это, конечно, блестящим изображением трагического своеволья человеческого. Да, подпольный прав, хотя проявляет это жестокостью, подпольщению к молодой женщине проститутки, которая готова его полюбить, готова как-то его поддержать, привести к чему-то другому, чтобы он бы познал любовь к другому и принял бы самого себя. Потому что он же и себя ненавидит. Первая фраза «Я человек злой, я человек больной». Преступление и наказание. Тут, опять-таки, ударение на психологическое исследование. Психологическое скорее, чем идейных королей преступления. Его интересовало описание Раскольникова преступника скорее, чем теории, которые как бы подвигли Раскольникова на свое преступление. С одной стороны, его ссылка на Наполеона, который забыл целую армию в Египте и никто его за это не винил. С одной стороны, и право убрать противное такое человека-насекомое, какая-то ростовщица, и использовать ее деньги на доброе дело и помощь нуждающимся. В данном случае его мать и сестре. интересовало то, что тогда об этом много говорилось, но теперь это такое общее место психологии, изучения психологии, так называемый шведский синдром Раскольников и Порфирии, который как-то их тянет друг к другу, притягивает, и Раскольникову хочется как-то говорить о своем преступлении, не давая Порфирию возможность догадаться, что это он. а Порфирий, который уже знает и который как бы анализирует, как он говорит, это преступление нашего времени и вот такие молодые люди, которые волнуются на эту тему, которые идут на такие преступления, которые как-то он хочет привлечь Раскольникова к признанию. И вот это такая дуэль между ними, которое, конечно, кончится тем, что Раскольников пойдет на каторку и признается, что это он совершил это преступление, но не жалеет о нем. Он не кается. Он сожалеет о неудаче своей, но он не кается преступлением. Ну, для владыки тоже он мимоходом говорил, да, какой слабый образ Разумихина, как бы такого ну, товарища Раскольникова. И посмотрите, их имена, их фамилии указывают на их характере, на их судьбу. Один расколотый весь, а другой разумный, Разумихин. нераскающийся, да, и он считал, что нераскаяние Раскольникова совершенно правильно изображено, потому что, чтобы раскаяться, нужен уже благодатный духовный момент. то, что по-гречески у нас в Белославии именуется словом метаноия, то есть полное духовное изменение человека, уже другой человек. И этого мы в Раскольникове не увидим. Хотя в эпилогии, которые опять-таки можно принимать, а можно кончать роман без эпилога, но даже в эпилогии максимум того, на что способен Раскольников, это признать, что он любит Соню, принять ее любовь. Но он не раскаливается в своем преступлении. Соню он рассматривал как любвеобильная благодетельница сентиментального романа скорее, чем образ проститутки или юродивой, которая, потому что, да, Соня в каком-то смысле, конечно, подготавливает образ романожки в весах. Но как бы образ Сони, который, как я говорю, да, он считал его, в общем, довольно таким поверхностным, чисто литературным образом, но принимал с одним, конечно, огромным исключением, а именно эта удивительная сцена, о которой Мачурский говорит прямо с трепетом, а именно чтение, воскрешение Лазаря, что это гениально и духовно, и психологически, и где каждая из них, это действительно удивительная сцена, потому что в ней каждый из них считает, что другой сумасшедший. И вместе с этим Раскольников, ведь он требует, чтобы она бы ему это прочитала. Это довольно как бы в каком-то смысле не то, что таинственное, но менее объяснимое чудо, совершенное Христом, да, когда он лечит больных, слепых, парализованных, воскрешает дочку Завира, а тут, потому что сёстры оплакивают смерть брата и просят, и обращаются к Христу, он его возвращает временно к жизни, особенно на Западе, очень часто не различают между воскрешением и воскресением, до сих пор только Христос воскрес, Лазарь не воскрес, он воскрешен Христом, и на Западе, особенно на английском языке, они совершенно не понимают, что есть разница между рейзинг Назарес и воскресением Христа. И путают, и говорят, yes, he was воскресением, нет, нет, его он возвращает к жизни. И что тут удивительное, это то, что, как и Полит в идиоте, тут Раскольников против абсолютно всякой логики, всякого разумного соображения и аргумента, знает, он уже знает, что, как он говорит Соню в какой-то момент, не старушонку я убил, себя я убил, он чувствует, что он действительно совершил что-то необратимое по отношению к себе, как он говорит, себя я убил, и что только чудо может его спасти. И вот именно в этом чтении о воскрешении, о возвращении в жизни Лазаря Раскольников вот хочет услышать эти слова. Соня, конечно, надеется, что вот тут же он преобразится. Нет, нет, но остается тот факт, что он требовал, чтобы она ему это прочитала. причем поняв, что это есть, она читает из Евангелия той невинной, юродивой сестры, процентчицы Лизаветы, которую он убил. Идиот. Теперь идиот, быть может, самый сложный, самый, как бы, в какой-то мере таинственный роман Достоевского. Кто же такой князь Мышкин? И тут размышления владыки, также, как бы, он сравнивал роман Достоевского, который он очень ценил и знал очень хорошо, значит, перечитывал, по крайней мере, местами перечитывал, вероятно, как мы все местами, сравнивал его с удивительным произведением, не знаю, имеется ли оно по-русски, читали ли вы его таким образом. Это роман писателя военной эпохи во Франции Жорж Бернонос. Жорж Бернонос, журналь д'un curé de campagne, дневник сельского священника. Это удивительный текст, и тут бедный князь Мышкин владыки уступал этому молодому священнику по-целому, как бы, ряду, потому что, действительно, и тут мы много об этом говорили, в какой мере образ князя Мышкина, который начинается с такой завуалированной христоподобности. Он описывается в завуалированных терминах канона иконописца. Высокий лоб, светлые волосы, а ведь белое и золотое это божественное, это святость, ну и так далее, и так далее. Посмотрите, это описание на первой странице «Идиота». Но Мышкин, чтобы быть героем реалистического романа, вы не можете внедрить икону или житие в роман. Он должен стать романом, реалистического, героем реалистического романа. И тут опять такой почти анекдотический случай, потому что как бы грехопадение Мышкина, если можно так, как бы его немножко в кавычках, но грехопадение его как бы вступление в условия нашего мира, нашей жизни. Это когда ему дают Японшин, генерал Японшин, его просит взять портрет Настазии Филипповны, о которой он, конечно, уже слышал и, в общем, принимал исповедь Рогожина о своей страсти к Настазии Филипповне. ему дают вот эту фотографию, даже не потрясу, фотографию Настазии Филипповны, взять эту фотографию, отдать ее на женское крыло его жене, генеральщин. И Мышкин, неся эту фотографию, рассматривает это удивительно красивое женское лицо, и тут Владыку очень интересовали размышления Достоевского о красоте. Вообще он интересовался вопросом красоты. Что такое красота? И форма, и духовная. Ну, это отдельно, как бы, вечная красота. И в какой-то момент подносит этот портрет к губам и целует его в губы. Так какой-то американский ученый с большим словом мнением нас на какой-то конференции Достоевского ведом из России и Запада уверял, что это почитание Богоматери. Да, вот именно. Причем совершенно не хотел принимать. И что для меня лично было интересно, что на этой конференции я была единственная из Запада, русская Запада, ну, из старой миграции, а все остальные были и уже Достоевского веда, я помню, там была Людмила Сараскина, вам всем известная, там, по-моему, ой, четырый ряд известный, был, Карякин был, то есть, в общем, люди с советским, советскими, как бы, формацией, как говорят, французы, которые, Достоевского веда, и, я бы сказала, что большинство из них были верующие, может быть, недавно верующие, но верующие, и они прямо фыркнули, когда этот американец нас убеждал в том, что это почитание Богоматери. Так что, да, кончу минут через 5-10, потому что все-таки честь надо знать. Может быть, если Павел Евгеньевич когда-нибудь меня опять пригласит, то обещаю начать с бессов и братьев Карамазовых. Мы уже не найдем. Ни вы, ни сетей, ни я. Но кончу с идиотом. Теперь, значит, в конце концов, фигура князя Мышкина, это была как бы моя теория, он близок понятию натурального добра, которая являлась принципом вот этого нового христианства, очеловеченного, секуляризованного, и, ну да, и вот теории натурального добра, руслов, которая так заворожила тот слово, кстати, но которая коснулась, безусловно, и Гостолевского, и образ, как бы, такого нового христианства, в котором Христос является просто образом добра, и цель его деятельности помочь осуществлению Царствия Божьего на земле, достигаемого путем натурального добра, путем человеческих усилий. Да, конечно, и нам надлежит пытаться создать добрый мир, а не грешный, но, в общем, без помощи свыше нам трудно это сделать. Так что, в общем, мы обсуждали это, обсуждали какие-то части романа, но были согласны, что Мышкин, в конце концов, терпит полный крах из-за того, что он, то, что по-английски и по-американски называется the Jesus figure, мы это называем очеловеченный Христос. Но это, конечно, Иисус Ренана. я не говорю, что Мышкин это точная копия Ренанновского Иисуса, но это параллельные образы. Настаса Филипповна, то, что, и вот очень такой ясный пример вот этого понятия натурального добра, которое, именно, вот натуральное добро, нет ни жестокости, ни извращенности, то есть, другими словами, нет греха. если жить правильно и быть добрым, как говорил Руссо, то грех как бы исчезает. Нет, к сожалению, это не так, как уже доказывал подпольный. И вот князь Мышкин уверяет Настасию Филипповну эту красавицу, ну, как он правильно замечает, глядя на этот портрет, о, если бы она была добра. То есть, если бы не было этой измученности в ее образе, о ней говорят, как о сумасшедшей, она мечется, как человек, который не может справиться с тем, что ее обременяет, обременяет ее ощущение греха. А он ее, и она чувствует его как бы христоподобность и мечтает о том, что он ей скажет, что да, вы прощены, да, можете быть, для вас есть искупление. Вместо этого он ее все время уверяет, вы чисты, вы невинны, когда она себя ощущает падшей, грешной, грязной и требует искупления, прощения за свой грех. Опять-таки, вот, то, что я уже упомянула в связи с Ставрогинами и исповедью Ставрогина, ее ощущение очень характерно, любой психолог или психиатр вам это скажет, ее вот ощущение своей греховности, потому что, да, Мышкин прав, конечно, она не видна, она жертва, а не как бы падшая грешница, но вот такое чувство вины очень часто наблюдается от пострадавших подростков от домогательства или даже насилия. И вместо Мышкина она в последнюю минуту убегает и как бы ищет вот этого искупления путем ножа Рогожина. Ну, это, конечно, кримпассионель, убийство Рогожина, страстно как бы помешавшегося на Настации Филибовны, это есть акт последнего обладания. Убив ее, он ею обладает. она никуда не уйдет. И вот эта потрясающая последняя сцена, как Достоевский говорил, ради которой он писал весь роман, ну, не совсем, но эта конечная сцена совершенно потрясающая. Мышкин и Рогожин, и тут такая трагическая ирония, ведь они же братья во Христе, они поменялись крестами. И вот они тут сидят в такой жуткой пародии этого братания. Сидят, друг друга так утешают, как бы плачут, утешают, и как два провинившихся мальчика заперли дверь и думают, что никто их там не найдет. Это совершенно поразительная, жуткая сцена, если в нее думаться. А несчастная Анастасия Филипповна, имя, которое означает воскресенье по-гречески в пасхальную ночь, Христос Аннести, Христос воскрес. Так она лежит, как жуткий этот труп Христа в описании Ипполита, она лежит, прикрытая Рогожей, окруженная не свечами, а банками с дезинфекцией. Потому что опять-таки Достоевский употребляет этот образ, который является искушением для ноги, тело начинающего разлагаться, которое мы опять-таки найдем братья Карамазовы. И она прикрыта с головой, только ее ноги торчат. Тогда как обычно у нас для прощания с усопшим голова и плечи. Мы прощаемся с любимым или знакомым человеком. А тут невозможно. И тут вот именно в идиоте, я сейчас закончу минутку на верноносе. Юнговская теория ведете очень как-то потому что одно время вообще владыка интересуясь и как врач интересуясь психологией, конечно, читал и Фройда и Юнга, которые в те годы были первыми именами в психологии и психиатрии. Мы все должны были знать что-то от Фройда и что-то от Юнга. и Юнговская теория как бы проекции одной личности на другую. Проджекшн в английский. В общем, ближайший английский переход это проекция личности. Как бы тяготение в другой личности, у которой как бы усматривается то, чего у тяготеющего нет. То есть, например, наиболее яркий пример в Идиоте это и Павит и Князь. Они действительно как бы вот такие тоже братья, как в какой иной мере Рогожин и Раскольников, где опять-таки Контраст и Мышкину не хватает физической мошки Рогожина, а Рогожину не хватает как бы одухотворенности Мышкина. Так, такая же вот двойня Ипполит, больной Ипполит. Ипполит умирает от чахотки, а Князь болен эпилепсией. и Ипполит тяготеет к князю. Да, причем даже есть некоторые параллели. Оба хотят делать добро, помочь людям. Один как атеист, ну, а другой ну, сами решайте, как, что. И Ипполит, у него несколько таких удивительных моментов вот этого тяготения, этой проекции на князя, где он в целой этой ровном голове его исповеди, такого объяснения Ипполита, он где-то в конце обращается и говорит, я хочу с человеком проститься. И даже в изданиях еще советского периода, когда Бог писался с маленькой буквы, то человек в данном случае печатается с большой буквы, то есть ссылаясь на евангельское «человек» и слова Пилата, на предстояние Христа перед Пилатом, «человек» и Христос Бога «человек». И вот Ипполит, который говорит, я хочу проститься человеком, и который обращается к князю, в общем, опять-таки, требуя от него чуда, ему совершенно определенно сказали, что ему остаются какие-то недели, а быть может даже дней, и он как-то, и он обращается к Мышкину за его мнением, Мышкин, который не является ни врачом, ничем, опять-таки, а быть может, чудо. владыка, куда-то исчезло, то, что я хотела тут сказать, что он выделял, как он говорил, единственные разумные слова Мышкина, когда Ипполит вот он внес к нему, а князь ему говорит, простите нас и проходите мимо нас. Мы не можем помочь, я не могу. простите нас, простите наше счастье, что ли? Да, да, да. Ну, за рулем мы не точно цитировали, но смысл мы помнили. И теперь, конечно, несколько слов, почему именно вот Вадыха приводил вот эту повесть Жоржа Берноноса. И действительно, образ этого действительно страдающего молодого священника, который с самого начала, хотя он в начале этого не знает, умирает от рака желудка. Ему очень трудно есть, он слаб, но он служит в этой действительно совершенно жуткой деревне, вот это приход где-то в глубинке французской, где единственное, что имеет значение, это что-то урвать, что-то взять. Они как-то действительно, это какая-то очень трагическая картина падшего, темного человечества. И вот этот молодой священник старается им хоть как-то помочь. Причем на него, молодого мужчины, мужчину зарядцы кое-кто из подрастающих девочек. и вот это как бы их привлечение к нему очень часто принимает форму, они его дразнят, они над ним издеваются, они как-то хотят привлечь его внимание к себе. В частности, одна из них, которой он старается помочь. И тут владыка проводил контраст между тем, как этот молодой священник старается действительно спасти душу состраданием с этой подростком, с этой девочкой подростком. И удивительные слова Мышкина в ответ детям в Швейцарии по поводу девочки Мари, которую дети преследовали. Мышкин старается их всех помирить. Опять-таки, это такое эмбрионическое изображение царствия небесного на земле. Вот, вот, среди детей оно может сотвориться. Но признается барышня Непончаным, что я, нет, они думали, что я в нее влюблен. Нет, я ее не любил. Он не отвечает, я не был влюблен. Он говорит, нет, я не любил ее, мне было, я жалел ее. И тут вот эта роковая разница между любовью, жалостью и состраданием. И одно из обвинений владыки Мышкина было, что он не знает сострадания, потому что, вероятно, он не знает греха, благо он уверяет Настася Филипповна, что она невинна. и самое как бы центра вот этой повести это удивительный длинный диалог между этим молодым священником, этим Кюре и графиней. Графиней, ну и как бы это местные помещики местные. И это женщина, которая никогда не могла простить Богу смерть младенца, сына младенца. У нее дочь, с которой у нее очень враждебные отношения, которые она не любит и знает, что и дочь ее не любит. Она любила этого младенца и главное винит Бога в том, что Он взял у нее этого младенца. И в этом длинном диалоге, где я постараюсь только найти очевидно, я просто не выписала этого, младенца. Владыка сравнивал диалог князя Настасьи Филиппов с мучительным духовным поединком молодого священника с графиней, закаменевшей вражде с мужем и дочерью и не имеющей сил простить Богу, как она говорит в кавычках, смерть сына младенца. Отвечая графине, обвиняющей Бога, взявшим у нее сына, молодой священник ей говорит «Je l'expérience de la souffrance». Немножко русский перевод «немножко слабее». «Я знаю, что такое страдание». Тут ослабление слова «знаю». «Je l'expérience» «Я прожил, я знаю, для меня это пережитое». «Я знаю, что такое страдание». И далее «L'enfer c'est de ne plus aimer». «Ade» «Это больше не любить». Опять-таки очень близко и Достоевскому, и владыке, но очень сильно выражено в этой повозке. Говоря о вере, князь, мышь приводит три притчи о вере и кончает несколько сантиментарной картинкой улыбки младенца. Не смог бы изложить следующее страстное определение веры, то есть отношение, что такое вера? Отношение человека с Богом. Бог не владеет любовью, Он есть любовь. С Богом не торгуются, ему нужно отдаться полностью. Отдай ему все, и он вам отдаст еще более. И далее, отдайте ему все, отдайте ему гордыню. И слова, в которых так нуждалась Настасья Филипповна, вместо размышления князя о ее гордыне, для владыки сравнение идет дневником сельского священника, выполняла, выявляла утопический характер нового христианства. князя с выстраданной кинетической верой и словами героя Берноноса. Действительно, как бы мы все не любили Достоевского, как бы он действительно был центром всякой лучшей моего как бы и эстетического и, я бы сказала, психологического и даже и духовного как бы мира. Но контраст с журнальом Данкюрэйт Кампайн разительный. Тут эта мера, я думаю, того, что самому Достоевскому нужно было выстрадать. И он это выстрадал. Он умирал действительно полностью верующим Христа Бога Человека. На этом я вас занимаю уже час три четверти. Хватит. Закончу на этом. Простите, что не дошла до самого конца, но мне было очень важно наметить образ владыки, того, кем он являлся, почему мы обсуждали Достоевского и что для нас означал Достоевский. Дай Бог, быть может, когда-нибудь закончим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...